Не выплатили субсидию из-за 12 рублей. Ну кто придумал этот закон? Изменения этого года поставили в тупик пенсионеров. Полигон переполнен. Нижниканцы ждут, когда уберутся гробы. А в барках снег спасает. Мы не можем ни помыться, ни постигаться, ни кушать приготовить. Жители деревни остались без центрального водоснабжения. Долгострой, новая школа и тротуары. Айдар Медшин провел встречу с жителями 35-го микрорайона. Ход конем. Шахматы, как мы знаем, развивают логику. В Нижникамских школах откроют шахматные зоны. И вновь в прямом эфире Нижникамские новости. В студии Алмазка Шаев. Здравствуйте. Лишилась субсидии и за 12 рублей. Пенсионерка неожиданно узнала, что оказалась в должниках. Хотя всегда неисправно оплачивала счета. И задолго женщине приостановили выплату государственных льгот. И, как оказалось, таких, как она, много. В чем причина? Мы попытались разобраться. У меня не пришла субсидия на карточку. И стала думать, почему ее нет. Зырия Плотникова так бы и гадала, куда пропала выплата, если б не случай. В разговоре со знакомой пенсионерка узнала, что такое могло произойти из-за налоговой задолженности. Женщина поспешила в соответствующее ведомство. Вот мне дали две квитанции на 17 копеек, которые образовались после какого-то их перерасчета, как мне объяснили. И 12 рублей земельный налог. Женщину не уведомили о наличии задолженности. В налоговой это объяснили тем, что при наличии долга суммой менее 100 рублей извещение высылают раз в три года. В конце 2020 года были внесены изменения в 31 нормативно-правовой акт Республики Татарстан, согласно которым региональные государственные услуги, включая меры социальной поддержки граждан, представляются при условии отсутствия у получателей задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Именно по этой причине многие пенсионеры в городе и по всей стране не получили субсидии за январь этого года. В налоговых выстроились очереди. Люди пытались понять, что происходит. До 2021 года такая мера распространялась только в отношении многодетных семей. Сейчас список попадающих под ограничения пополнили. Поправка неприятная, но действенная, считают специалисты. При погашении имеющейся задолженности в течение 90 дней от даты уведомления принимается решение о возобновлении представления социальных выплат. Кто придумал этот закон? И почему, придумывая этот закон, не оговорили какую-то минимальную сумму? Может быть, до 50 рублей, что ли? Ведь таких, как я в городе, очень много. Зыря Плотникова с трудом ходит. В сторону налоговой автобусы пока не едут. Туда ей пришлось добираться на такси. Это тоже траты. Другой возможности узнать о наличии задолженностей у неё нет. И Зыря Плотникова не единственная, кто попал в такую ситуацию. В Нижнекамске много совсем неходячих пенсионеров. Вариант с личным кабинетом для них тоже неприемлем. Но, увы, пока других способов решения вопроса нет. Осуждённый на 19 лет житель Нижнекамска обжаловал приговор. Мужчину обвиняют в убийстве многодетной матери. Трагедия произошла в июне 2019 года. По версии следствия, подсудимый до смерти забил женщину обухом топора. В момент убийства в квартире также находились двое детей. Подсудимый угрожал им ножом, а в отношении одного ребёнка, которому на тот момент не было 14 лет, он совершил развратные действия. Ранее Верховный суд поддержал апелляцию подсудимого. В итоге дело обратно направили в Нижнекамск на новое рассмотрение. Сегодня было допрошено трое потерпевших, в том числе ребёнок. Процесс проходил за закрытыми дверями. Полигон переполнен, а снега во дворах и на улицах хоть отбавлей. Нижнекамсам сугробы мешают, люди хотят, чтобы их поскорее убрали. Идёт ли такая работа в городе и почему не получается убрать все снежные кучи? Узнавал наш корреспондент. С большим трудом спецтехника срезает слой снега. Таким образом расширяют дорогу на центральных улицах до положенных трёх полос. Этой зимой осадков в городе выпало очень много и у специалистов работы прибавилось. Особенно это заметно во дворах, но и там работа кипит. Трудятся, конечно, не покладая рук, но нижнекамцы недовольны тем, что снег складируют во дворах. Ну от того, что меня смущает, это же ничего не поменяется. Смущает, конечно, должны вывозить. Грязь некрасивая, затопит весной. Тут рядом ебалка, а ж ещё детей. Такой метод вынужденный, объясняют специалисты. Многие техники не хватает. Многие горожане это понимают и относятся к временным мерам достаточно спокойно. Ну зима такая, что ж поделаешь. Значит транспорта не хватает. А так-то что? Чисто, дороги чистые, тротуары нормально посыпают, чистят. Дворники нормально работают. Претензий нет никаких. Ну, наверное, потом будут вывозить. Сейчас, наверное, некогда ещё им. И всё. Вывоз снега коммунальщики производят постепенно. В первую очередь начинают с самых проблемных участков. По словам специалистов, уже сейчас переполнен полигон для складирования снега на улице Южная. Но, несмотря на все сложности, работа идёт в круглосуточном режиме. В ближайшие дни нужно полностью очистить проспект Мира и Вахитова, чтобы ездить можно было по всем полосам. Планы работы составляют исходя из необходимости. Но погода опять не на стороне коммунальщиков. Синоптики снова обещают снегопады. Александр Халин, Евгений Лызаев. Новости НТР. Не могут приготовить пищу или затопить баню. С конца февраля в части домов деревни Барок нет воды. Речь об улицах Центральная и Луговая. В чём причина перебоев, разбирался наш корреспондент. Каждое утро Глюса Мананова выходит из дома, чтобы набрать вёдра снег. Его она использует для бытовых нужд. Воды в её доме нет. Снег в основном. У меня сейчас доля рассада, потому что палы, думаю, здесь. Чё там? Литр даже не наберётся воды же. Ещё боли не дотаскаешься. Мне даже и бёдр тяжело. У меня же вон какой ремотоидный полиартрис сильный. А это Сабухан Фудхуддинов. У него тоже нет воды. Мужчина привозит её для себя и соседки из города. Вода в деревне пропала в конце февраля. Без неё остались несколько домов по улицам Центральная и Луговая. Люди неоднократно обращались в управляющую компанию. Но ситуация не изменилась. Слесаря приезжали, я им объяснял, что надо проверить центральный колодец, где разводка идёт. Там, может, задвижка к нам замёрзла. Они сказали, вы, говорят, сами туда залезьте, отогрейте и посмотрите. Людей такой вариант не устраивает. Здесь живут старики. Починить что-то самостоятельно они не смогут. Да и не обязаны, когда для этого есть специалисты. У нас здесь стоит пожарный гидрант. На случай пожара в деревне Барок неоткуда взять воду. Потому что в трассе нет воды. В настоящий момент работники управляющей компании ведут поиски примёрзшего участка трубы, рассказал нам глава сельского поселения. Работы ведутся с помощью аппаратуры «Посейдон» для промывки и канализации. Как скоро неисправность будет устранена, специалисты прогнозов не дают. Работают ежедневно. Временно для жителей были установлены колонки. Также нас заверили, что сельчанам не будут начислять оплату за период отсутствия воды. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов. Новости НТР. В 35-м микрорайоне появятся парк и пожарное депо. И это далеко не вся информация, которая была озвучена на встрече жителей с Айдаром Медшиным. В их числе приятная новость для школьников 33-й школы и их родителей. Какая, расскажет Анастасия Шакирова. 33-я школа – одна из лучших в городе. Сегодня там обучается 1700 детей. Занятия проходят в две смены. Родители давно говорят о том, что её пора разгрузить. И вот хорошая новость. На встрече с жителями 35-го микрорайона Айдар Медшин сообщил в планах строительства нового учебного заведения. В 22-м году завершили строительство большой школы почти на тысячи учащихся в 34-м микрорайоне. Она, конечно, территориально не находится в непосредственной близости. Тем не менее, однозначно, какая-то часть учащихся перейдёт в эту школу. Это будет даже не школа, это будет лицей. Это был ответ на один из самых популярных вопросов встречи. В этом году её формат был изменён. Организовали предварительный сбор интересующих тем через группы WhatsApp, через старших по домам. Сделано это было для удобства тех, кто по своим причинам не смог прийти. В роли модератора – председатель местного СТОС. Просим сделать пешеходную дорогу от угла дома номер 41, улицы Корабельная, до торгового центра «Радуга». Нам, жителям, приходится преодолевать бездорожье. Особенно сложно в тёмное время суток. Освещения отсутствует. Данная пешеходная дорога очень востребована жителями близлежащих к дому. В вашем микрорайоне есть такая проблема с двумя пешеходными тротуарами. Первый, он обозначен от торгового центра «Радуга» до 41-х, дома по улице Корабельная. Корабельная 37, 39, 41 и 43 включены в республиканскую программу «Наш двор». И предварительно в план схему по реконструкции этих дворов данный тротуар также вошёл. Ещё один наболевший вопрос – долгострой. Заброшенной стройки возле школы десятки лет. В ближайшее время её завершат, пообещал людям мэр. Более того, рядом планируют создать парк. Ожидается в микрорайоне и ремонт жилого фонда. На эту тему тоже поступило много вопросов. Хотелось бы узнать, какие будут виды ремонта производиться, и когда этот ремонт уже долгоожиданный начнётся. В зале присутствовали представители всех сфер деятельности. Айдар Медшин дал задание – каждый вопрос взять на контроль. В конце встречи мэр города поблагодарил жителей за неравнодушие к жизни города. Активистов микрорайона наградили благодарственными письмами. Анастасия Шакирова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Нижнекамские пожарные сделали прививки от коронавируса. Сегодня огнеборцы дружным коллективом посетили одно из медицинских учреждений города. Там их в первую очередь осмотрел врач. Только после этого прививочный кабинет открыл свои двери. Сейчас в первом отряде противопожарной службы вакцинировано 263 человека. 130 из них уже получили второй компонент спутника ВИ. Необходимо вырабатывать и повышать иммунитет среди личного состава. Так как при выезде исследований к месту ЧАЭС, при ликвидации последствий ЧАЭС, также при тушении пожаров, личный состав подразделений задействованных общается непосредственно вплотную как с обслуживающим персоналом охраняемых объектов Нижнекамского промышленного узла, так и с жителями города и Нижнекамского района. В школах Нижнекамска открываются шахматные зоны. Сегодня такую площадку показали в лицее номер 35. Проект инсценирован Татарстанским региональным отделением «Единой России» и поддержан депутатами от партии на всех уровнях. Пока у одних началась атака, у других шах и мат, у третьих уже эндшпиль, то есть финальная часть партии. Термина в шахматной игре более 200, и только игроки знают их значение. Эти ребята учатся сложной игре не один год. Тяжело дается. Иногда вечером, когда играешь с родными, каждый день все учат новыми, как сказать, ходами. Шахматы я люблю за то, что это очень интересная, веселая игра, развивает разум, как для меня математика. Это очень полезно. В шахматах нужно подумать логически. Поэтому первая моя победа над главным игроком, который меня учил всю жизнь, это мой дедушка. Сегодня в городе открылась первая шахматная зона. Находится она в 35-м лицее, фойе второго этажа. Для любителей интеллектуальной игры здесь созданы все условия. За процессом следит опытный педагог, который помогает начинающим шахматистам освоить правила. Шахматы, как мы знаем, развивают логику. А если у ребенка развита логика, значит у него проблемы с такими предметами, как математика, физика, химия, не будет. А мы, как вы знаете, естественно, научный лицей. Для нас шахматы – это основа основ. Проект инициирован Татарстанским региональным отделением «Единой России» и поддержан депутатами всех уровней от разных партий. Даже на открытии сегодня изъявили желание большинство наших учащихся средних классов участвовать в первом БЛИС-турнире. После этого на базе шахматной зоны будет продолжаться турнир среди старших классов и определится чемпион лицея по шахматам. До конца учебного года подобные игровые зоны появятся и в других учебных учреждениях. 23 марта шахматная зона будет открыта в школе села Шингальчи. В апреле они появятся в 24-м лицее и школе-интернате «Надежда», а также еще в семи школах района. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Бизнес должен объединяться. Сегодня предприниматели Нижнекамска встретились за круглым столом с представителями партии «Роста». Это единственное политическое объединение, которое принципиально состоит только из собственников своего дела. Инициативу о проведении мероприятия поддержала мэрия Нижнекамска. Одно из мест за круглым столом занял первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев. Предпринимателям необходимо объединяться, считают члены партии «Роста». В стране большое количество вопросов, которые без участия малого и среднего бизнеса просто не решить. Задача собрать, объединиться, разделить все предпринимательские направления по отраслям, выявить, какая проблематика, и постараться эти проблемы решить с помощью муниципальной власти, республиканской, и если не получится у нас на республике, то вынести на федеральный уровень. Звездой классической музыки на Нижнекамской сцене в городе прошел традиционный девятый по счету фестиваль «Лярто де Лярко». На сцене музыкального колледжа имени Салиха Сайдашева прозвучали композиции Моцарта, Паганини, и новым резидентом стал композитор Алексей Шор. Информационным партнером выступил медиахолдинг НТР. Александр Халин побывал за кулисами и в зрительном зале. Федор Амосов – солист московской филармонии. Как говорят о нем коллеги, настоящий верпуо с игры на виолончели. Кстати, инструмент, с которым выступает музыкант 19 века. И вот всю эту красоту вживую смог увидеть и услышать нижнекамский зритель. Впервые в нашем городе прозвучала пьеса «Джаз рококо» Александра Розенблата. Зал мне очень понравился. Публика очень благодушная. С удовольствием слушает и принимает музыку. Сегодня большой концерт. И очень много разнообразной музыки. Огромное количество премьер. Практически все сегодня произведения – это премьеры здесь, в Нижнекамске. И мне кажется, что это очень важно. Не просто играть музыку ради того, что это премьера, а действительно все очень хорошая музыка. В этот вечер на сцене выступили и другие звезды классической музыки – Никита Борисоглебский, Альфредо Реис Лагунова. Зрители каждого из них провожали долгими овациями. А это свидетельствует о том, что ценителей классики в нашем городе немалые люди очень соскучились по большим концертам. Это вечная музыка, она постоянно простребована. В определенном состоянии души сидишь, услождаешься музыкой. Мы вот ездили в Елабугу, там приезжал Борисоглебский, постоянно привозил на концерт. С удовольствием смотрели. А тут в Нижнекамске нужно посмотреть. Классика, мне кажется, это музыка вообще вечная. И я очень люблю классические произведения. Вообще люблю музыку разных жанров, а классику очень люблю. И здесь, допустим, приезжает не только оркестр Примаверия, иногда приезжает Игоря Лермана, оркестр, и там и местные тоже устраивают. Очень здорово, классика, великая музыка. Душа отдыхает там рядом. Когда слушаешь, вот, ну, я не знаю как. Душа поет. Мы оттуда выходим. Классика – это вечная, это неприходящая. Требования Роспотребнадзора, конечно, никто не отменял. Зал в этот вечер был заполнен на 70%. Прошедший фестиваль был девятый по счету. Следующий будет юбилейный. И нет никаких сомнений, что пройдет он при полном аншлаге. Александр Халин и Евгений Лызаев. Новости НТР. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 с помощью сайта ntrdfiz24.ru или через мессенджер ватсап по номеру 8 917 93 73 077. Сразу после рекламы новости спорта и прогноз погоды не переключайтесь. Добыл путевку на ПФО. Нижнекамский самбист Амир Хайрулин удачно выступил на первенстве Татарстана. Турнир памяти. В Ижевске прошли соревнования по вольной борьбе. Будет жарко. В КХЛ стартуют полуфинальные серии плей-офф. Об этом сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Выгодно это когда бесплатно. Как в автосервисе Драйв. До конца месяца удаление катализатора, установка пламя-гасителя, чип-тюнинг совершенно бесплатно. Автосервис Драйв. Наш адрес. Строителей 41А за торговым центром Меркурий. Телефон 8 919 639 67 97. Надежные и выгодные сбережения под 8,5% годовых в КПК «Народные сбережения». Звоните 244 755. Современные модели слуховых аппаратов в радуге звуков. Миниатюрные и комфортные. Рассрочка без переплат. Телефон в Нижнекамске 32 33 53. Транспортная компания GTD. Доступные грузоперевозки для людей и бизнеса. Доставка грузов в Россию и странам ЕАЭС. Телефон в Нижнекамске 24 65 61. Весной всегда хочется обновления. Салон Штор НЖ создаст в вашем доме свой неповторимый стиль и уют. Эксклюзивные коллекции, большая цветовая палитра, индивидуальный декораторский подход к каждому клиенту. Шторы на заказ, портфирные ткани, изысканный тюль, а также карнизы, фурнитуру и все, что необходимо для вашего комфорта. Весь март скидка 8%. Салон Штор НЖ ТЦ Аврора. Товарищ, не переплачивай! В строительном буме цены ниже. Броверь! Клей для плитки Бергалф Керамик Про 187 рублей. Строительный бум. Низкие цены всегда. Нижнекамск. Улица Лесная, 16А. Слышите? Лесна пришла. Сейчас самое время сменить пуховик на куртку. Все в Секонд Хэнд. Мега Хэнд. Известные бренды здесь. Будь первым на новом заводе на улице Юности, 16А. Приглашаем нижнекамцев в новое кафе Анталия. Турецкие блюда прямо с мангала. Сладости на десерт и сытные бизнес-ланчи. Угощаем каждый день с 10 утра. Наш адрес. Южная, 5А. Анталия. Кафе с турецким шиком. С 22 марта по 2 апреля прием ведет Бегалиев Бегмахамат. Телефон 8909-313-4809. Телефон 8909-313-4809. Представитель спортивного клуба нефтехимик Амир Хайрулин удачно выступил на первенстве Республики Татарстан по самбо. Крупнейшие соревнования по этому виду спорта проходили в Болгарии. Турнир традиционно собрал большое количество участников. В этом году свое мастерство продемонстрировало порядка 200 спортсменов из 19 районов нашей республики. Амир Хайрулин 8 раз выходил на ковер в весовой категории 50 кг. Юноша дошел до финала, но в решающей схватке уступил и стал серебряным призером. Однако свою задачу воспитанник тренера Фаргата Садыкова выполнил, завоевал путевку на первенство Приволжского федерального округа. Оно состоится в мае в городе Кстове Нижегородской области. Юные нижнекамцы испытали силы на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе. Турнир памяти героя России Сергея Борина прошел в Ижевске. Участие в схватках приняло около 400 спортсменов, но на ковры спортивной школы «Металист» вышли юные борцы из 19 регионов страны в возрасте от 8 до 17 лет. Представители спортивного клуба «Нефтехимиков» выступили в группе юношей 9-10 лет. Лучший результат показал Амир Зарипов. Он занял третье место в весе до 45 килограмм. Камир Хаснулин и Радмир Галямов в своих весовых категориях боролись за третье место, но уступили более опытным вольникам. И уже сегодня стартуют полуфинальные матчи серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Через несколько минут в Казани на лед выйдут Акбарс и Салават Юлаев. Кстати, в составе уфимского клуба выступает воспитанник нижнекамского хоккея Петр Хохряков. Также в Москве сыграют ЦСКА и Локомотив, а уже завтра можно поддержать наших ребят в матче СКА и Динамо. В составах команд выступают нижнекамцы Андрей Сергеев, Эмиль Галимов и Максим Грошев. Еще один матч в расписании «Авангард» против «Металлорга». Здесь можно поболеть за Наиля Якубова и Дамира Ширебзянова. Все матчи стартуют в 19.30 по московскому времени. На этом все. Далее прогноз погоды. До свидания. В четверг 18 марта в Нижнекамске пасмурно небольшой снег. Столбик термометра днем остановится на отметке 0 градусов. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В пятницу синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...